Я решил сделать Майнкрафт реалистичнее, чем он был когда-либо ранее, и поэтому я установил самые реалистичные моды, которые будут добавляться в мой мир каждых 5 минут. Не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на мой канал, ведь сейчас вас ждёт самый реалистичный ролик на моём канале. Итак, как вы можете заметить, прямо сейчас я стою на необычном блоке, и почему-то это блок тропинки. Нет, это не новое обновление в Майнкрафте, и реалистичность начнётся не с этого, ведь на самом деле я просто заспамился около деревни. Вернее, даже будет сказать прямо в деревне с нашим белым лысым другом Големом. И как я уже говорил сегодня, мы добавили в Майнкрафт чуточку, знаете, такую маленькую капельку реалистичности, но каждых 5 минут мы будем улучшать эту реалистичность до тех пор, пока... Я продолжение не придумал. Как бы там ни было, начнём с обычного развития в Майнкрафте, где мы добываем дерево, потому что никто не знает, смогу ли я через 5 минут вообще выжить. Типа, если через 5 минут добавятся новые моды, которые потенциально усложнят игру, то я могу просто умереть моментально. Кстати, я замечаю уже одно изменение, и это слева сверху, что это такое? Это мой персонаж? Типа, я вижу сам себя, и причём, как мне кажется, это мои жизни, потому что внизу мои хпшки пропали. Наверное, мне стоит радоваться, что я появился в деревне, у меня будет какая-то поддержка от жителей, надеюсь, моральная, надеюсь, физическая. Правда, сомневаюсь, что я найду здесь какой-нибудь нормальный дроп, но сундучки мы всё-таки с собой залутаем, а также все кроватки заберём с собой, потому что они нам помогут то убить эндер-дракона. Так, атака... Найс! Мы, как истинные грабители, лутаем сундучки, даже без того, чтобы врываться в хату этих жителей. Так, всё, мы залутали вещи, и нужно быстренько думать, куда нам идти дальше, потому что в любую секунду мы можем умереть. Смотрим на таймер, осталось 3 минуты. Залутаем немножко снопа сена, заберём с собой немного хлеба, обворуем, так скажем, этих жителей, и отправимся, наверное, в шахту добывать наши первоначальные ресурсы. Опа, хлебушка на весь сезон, впервые в моей жизни. Я прохожу в Майнкрафт с едой, потому что, как правило, еды у меня всегда недостаточно. Ставьте ваши ставочки, смогу ли я пройти такой Майнкрафт, убить эндер-дракона, в мире, который каждых 5 минут будет становиться всё реалистичнее и всё более жестоким. Добываем наш первый булыжник, и осталась всего лишь одна минута до того момента, как нам придётся добавлять новые моды в Майнкрафт. И да, пока я добываю железка, я увидел то, что на самом деле у меня установлен не только один мод, который сейчас просто даёт мне реалистичное здоровье, и то, что я могу сломать свою голову очень легко. Ну и ещё кое-что интересное, а именно какие-то скиллы, которые я могу прокачивать и получать новые способности. Например, у меня есть скилл Майнинга, это копатель, которого я могу прокачивать, и для этого, я как понимаю, мне нужно просто дальше копать. Если я накопаю определённое количество блоков, я прокачаю Майнера до второго уровня, и, скорее всего, у меня появятся новые способности. Ну и всё, как в реальной жизни, знаете, чем больше копаешь, тем более профессионалом становишься, и для тебя это становится гораздо проще. Картошку всё переплавили, ставим наше железко, и омега, три, два, один! Итак, приветствуем новый Майнкрафт, окей, что изменилось? Пока что явных изменений я не замечаю. Всё отлично, забираем быстренько наше железо, и... как-то не очень много у меня железа, оказывается. На всякий случай я решил скравдить себе топор, потому что я не имею представления, что изменилось только что после изменения модов. Наверняка добавились какие-то супер реалистичные моды, которые будут усложнять Майнкрафт, а пока что я их не замечаю. Но к концу этого ролика у нас явно будет твориться полнейший трэш. Кстати, интересный вопрос для вас, а вы знали вообще, что первое название Майнкрафта вовсе не Майнкрафт? Да-да, кстати, я тоже был шокирован, и об этом я узнал через крутые наклейки, которые я нашёл в интернете. Кстати, напишите в комментариях под этим роликом, коллекционировали ли вы когда-нибудь альбомы с наклейками? Я думаю, среди моих подписчиков 100% найдутся любители-коллекционеры. Лично я давно увлекаюсь стикерами, хотя особо не освещал на канале эту тёмную сторону моей личности. Последний мой альбом, кстати, хотя я ещё продолжаю его собирать, это... Та-да-да-да-дам! Как вы легко догадались, это коллекция наклейок по Майнкрафту, трэжер-стикер-альбом от издательства Panini. Глянцевая обложка, плотные страницы, много сопровождающей инфы из игры, качество и просто красочность наклеек. Об этом альбоме, кстати, мне рассказал мой приятель из Майнкрафта. Я заглянул в группу с наклейками от Panini вконтактике, и там же заказал набор. Это сам альбом плюс блок с 250 наклейками. В целом, мне хватило недели, чтобы расклеить весь блок по альбому, и кому интересно, могу поделиться скидкой 10% на такой же набор. Это альбом плюс бокс, в котором 50 наклеек. Кстати, забыл сказать, что кроме стикеров, внутри полно игры, головоломок по мотивам Майнкрафта. Там даже есть тесты по типу, какой ты моб, и ещё, я впервые такое увидел. Но это... живые наклейки! В пачках попадаются некоторые стикеры со значком play, и вам просто нужно скачать на мобилку бесплатное приложение Panini Collectors, и через него просто отсканировать специальную наклейку. Короче, заходите в официальную группу Panini вконтакте и собирайте альбом Майнкрафта вместе со мной. Ну и все подробности и промокод на скидку 10% находятся в описании. С вами я, Томка, и мы продолжаем. Тем временем, я забираю нашу переплавленную железку, у меня уже 13 штук. И обратите внимание, что у меня уже четвёртый уровень, а это означает, что я могу зайти прямо сейчас в свои прокачки, и видите, тут написано циферка 2. Если я на неё нажму, то хопа! Мы прокачали майнинг до второго уровня. Я использовал для этого два своих уровня, и тем временем я, наверное, начал копать быстрее. Я не уверен, но... О, слушайте, реально, как будто каменная кирка уже копает быстрее. О, май гад, дорогие друзья, посмотрите, что я только что нашёл. Это какая-то, ээээ... Бабочка в Майнкрафте? Я нашёл настоящую баб... Оооо, я ещё нашёл проблемы, ребята, я нашёл конкретные проблемы. Я не знаю, откуда он взялся, но это какой-то волчара, который только что на меня напал. Вот они и изменения, дорогие друзья. В реалистичном Майнкрафте мы подбираем стрелы, и посмотрите, я сломал правую ногу. У нас ещё и начался дождь, что-то всё и сразу у меня напало. Нет, 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 уйди, уйди, не подходи ко мне, не подходи ко мне. О, май гад, нет, я не хочу убирать от него, он мне сломал одну ногу, сейчас сломает ещё одну, я перестану ходить и просто буду полностью обездвижен. Фух, окей, мы с ним справились, но я чувствую, что я бегу уже намного медленнее, а ну да, у меня слоунес 2. Так как у меня с собой имеется кроватка, то, в принципе, это очень удобно, я могу сразу же лечь спать. И, кстати, мне кажется, я только что начал восстанавливать свою ногу, потому что, когда я ложусь спать, как написано здесь на английском, у меня восстанавливается 7% моего здоровья. Пока что у меня страдает правая нога, осталось полсердечка. Ладно, мы не расстраиваемся и идём дальше, добавить немножко ресурсиков для того, чтобы проходить наш Майнкрафт, потому что нам нужно срочно добыть себе ресурсов, пройти его, пока нас не убил реалистичный Майнкрафт. И, о май гад, просто посмотрите, что я делаю прямо сейчас, ребята, я такого никогда в своей жизни не видел, я просто добываю дерево и оно падает абсолютно реалистично. Теперь я понял, что мы добавили в этот реализм, что мы добавили в эти 5 минут, это новый вид срубки дерева, просто посмотрите, как оно добывается. Жесть, это один из самых крутых видов добычи дерева, который я когда-либо видел в своей жизни. Просто дерево падает постепенно вниз, и тем самым его безумно удобно стало добывать. Ну да, до тех пор, пока дерево не падает на нас, в принципе, всё нормально. Крафтим себе, пожалуй, сразу же новую комплектацию брони с помощью нашего железа. И интересно, могу ли я сделать из этой шкуры нашего пса что-нибудь интересное? И стоп, эээ... Я надел на себя броню, и она выпала мне на пол, это нормально вообще? Типа, давайте попробуем ещё раз. Я надеваю на себя нагрудник, надеваю на себя штаны, и они выбрасываются. Вы не можете использовать... Что? Я не могу использовать этот предмет? Что за приколы? Типа, мне нужен какой-то пятый левел? Мне нужно что-то прокачать? Ох уж этот реалистичный мир! Что за приколы? Мне нужно вкачать, ребята, способность для того, чтобы я мог использовать броню. И, видимо, это дефенс. Эх, Майнкрафт, стреляешь прямо в сердце, честное слово. Ладно, придётся, видимо, пока что обойтись нам немножко без брони. Зато, надеюсь, нам не нужен уровень для того, чтобы убить моего лысого белого друга Голева. Так, дружище, давай! Подари мне железо, брат мой! Отлично, железо мы подобрали, для этого нам, благо, уровень не нужен. Но только не говорите, что мне нужен уровень даже для того, чтобы использовать обычные железные инструменты. Нет, подожди, если я скрафчу железную кирку и возьму её в руки... Не говорите мне, что мне нужен какой-то уровень для того, чтобы её и... Теперь я видел всё. Вот так вот, понадобавляли разных модов, а потом мы не понимаем, что здесь вообще происходит. Как бы там ни было, быстренько добываем дерево у наших жителей и отправляемся в шахту. Потому что здесь я хочу познакомиться со страхом! О, май гад, я его увижу! Я его вижу! Окей, это скелет. В целом, пока что особо переживать не стоит, особенно если мы сделаем быстренько наш верстак и аккуратненько в нём скрафтим себе кое-что под названием щит. И в идеале мне бы ещё сделать себе ведро. Эээ, стоп, вы не можете... Нет, нет, НЕЕТ! Я не могу использовать щит, потому что у меня нет пятого уровня! Майнкрафт, за что ты так со мной? Окей, видимо, придётся убивать этого скелета обычным каменным топором. Я, конечно же, не шалуюсь, так что, братишка... Ааа, вместе с паучарой! Ну что же, получать надо вместе каждый из вас по очереди! И, о май гад, ребят, у нас осталось 3, 2, 1... И мы попадаем в новое измерение с новыми модами! Причём, о май гад, аааа... Вы это слышите? О май гад, окей, это явно какие-то новые звуки шахты! Как-то вдруг стало максимально стрёмно передвигаться по этой шахте, потому что звуки стали какими-то очень криповыми! Жалко, что я по-прежнему не могу надевать на себя броню, но я по-прежнему могу встречать мобов, которые будут меня убивать! Стоп, что, почему я так медленно копаю? Что здесь вообще происходит? Я, 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 я... Я не соглашался на это! У меня появилась какая-то жажда, и теперь мне хочется пить! Просто посмотрите, у меня появилась новая строка, которая позволяет мне терпеть ее... О, нет, нет, нет! У меня началась какая-то тошнота, видимо, из-за того, что... У меня, что, сломалось тело? Прикол в том, что я абсолютно случайно спалил, что у меня появилась какая-то новая реалистичная способность! Просто посмотрите на то, что я вам сейчас покажу! Обратите внимание, что я подхожу к этому дому, и как только я врезаюсь в это стекло, я сразу же его разрушаю! Это какой-то новый уровень реалистичности, когда я могу разрушать стекло просто потому, что так должно быть в реальной жизни! Это жесть! Это реально настоящая жесть, потому что я могу подбежать к любому стеклу, и как настоящий бандит просто забежать внутрь! Ха-ха-ха, окей, это очень прикольно! Прикольно, но... В нашем случае немножко бесполезно! 30 секунд осталось, дамы и господа, до следующей партии модов, и я вам скажу так, что в шахтах находиться безумно страшно! В общем-то, мы заполняем наш портал постепенненько, и уже готовимся отправляться в ад! Правда, что нас там ждёт, я пока что не знаю! Но мы уже добавили новые моды! Окей! Я не знаю, к чему мне стоит готовиться, но то чувство, когда добавляются реалистичные моды, и ты боишься каждого шороха, каждый булыжник для тебя может казаться врагом! Тем временем, я использую кожу для того, чтобы скраблить предмет, который нам крайне необходим прямо сейчас, чтобы мы могли спокойно выпивать водички с помощью этой штучки! Это наш стакан! И, наверное, благодаря нему мы... О, май гад! О, вау, вау, вау! Что с моими ногами? Что вообще со мной происходит? Как и почему я танцую? Что это такое? О, май гад! Я даже не заметил то, что у меня изменилась анимация ходьбы! О, май гад! Просто посмотрите, как я бью! Что это такое? Я как будто очень-очень странный чувак, который явно не умеет танцевать! Окей, как бы там ни было, заберём с собой немножко водички, и, пожалуй, отправляемся уже в ад! И я крайне сильно надеюсь, что нас там не ждёт какой-то очень неожиданный сюрприз! Так, хотя, единственный сюрприз, которого я бы хотел увидеть, это крепость! Крепостью, правда, пока что здесь и не пахнет, что это такое? Я понятия не имею, что это такое, но давайте проверим, потому что мне очень интересно, вдруг это начало крепости, или это просто какая-то штука из-за новых модов? Итак, смотрим, что это такое! Это какой-то непонятный монумент или данжи, это... О, что это всё такое? Я не знаю, куда я вообще попал, но мне крайне страшно здесь находиться! Я надеялся, что это обычная крепость, но, видимо, меня обманули! К слову, идти далеко не пришлось, потому что вот она, наша крепость, но посмотрите, как странно передвигаются все пиглины! Это жесть какая-то! А мы заберем... О, нет, 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 нет! Зачем я это сделал? Я только что сломал свою пятку! Я, наверное, могу отнести этот челлендж к одному из самых сложнейших челленджей, который... Нет, 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 нет! Только не это, только не это! Водичка, спаси меня, пожалуйста! Окей, я могу умереть, потому что у меня брони нет, щит использовать я не могу, и мне нужно каким-то образом их убить! Окей, чуваки, мы обязаны его убить! Мы убили его, мы убили, но палочка не выпала! Окей, я даже вижу над его головой, сколько у него хп! Главное, чтобы они в меня не попадали! Один удар есть, еще один удар есть, и финальный трейдер! Нет, нет, не попадай, не попадай, не попадай! Отлично, косой, косой, косой! Фредик не попадает, я в него стреляю! И о-о-о! Что это такое? Это уже явно что-то новенькое нам выпала! Какая-то зачарованная книжка! И что это за книжка? Скиллбук? Ситуация в этом мире накаляется с каждой миллисекундой! Это какая-то штука, которую, видимо, мы только что с вами изучили! И чтобы вы понимали, у меня даже сломался топор, поэтому мне придется скрафтить новый, опять же, из камня, к сожалению, и нам нужно убить одного всего лишь Фредика! Давай! Братикс, я не позволю тебя себя ударить! Настя, мы убили его, но палочка так и не выпала! Мы отравлены, и у нас огромная таштата, и мы в целом еле-еле живы, но при этом мы должны... Давай, 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 давай! Последний! Нет, 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 нет! Он не попал мне! Он не попал, давай! Финальный удар по этому Фредиту! Просто выпади мне, бедная палочка, наконец-то! Жесть! Это была самая сложная, самая сложная добыча семи палочек в моей жизни! Знаете, я уже думал, что все потеряно, и я не смогу добыть золото для того, чтобы обменяться спигельными, но благо, мы можем каменной киркой добывать золото в аду, и тем самым затреддиться с нашими самыми лучшими друзьями, потому что иначе мне пришлось бы возвращаться в обычный мир, и... Короче, очень длинная история. Кстати, новые моды еще не добавились, и это потому, что теперь они будут добавляться каждых 10 минут, чтобы немножечко дать нам фору выживать, и пока что... Пока наш друг будет обмениваться, я не знаю, мне бы, наверное, по-хорошему не умереть здесь, но, как говорится, когда негде спрятаться, копаешь два блока под себя, и... закрываешься. И теперь мы выкапаемся наружу, и давайте посмотрим, что тем временем нам обменял наш драгоценный друг. Опа! Я вижу эндерперлы, я вижу... Ой, я вижу агрессивность в свою сторону, и я вижу еще пигна, который... О, нет-нет-нет, хочет меня убить, он хочет меня убить. Ладно, у нас снова появляются проблемы. Пожалуйста, братишка, угомонись, не нужно меня убивать. Я так понимаю, он пришел спасать своего друга или украсть у меня золото. Тем временем, я вернулся уже в обычный мир и немножечко выздоровел, грубо говоря. А все благодаря тому, что я периодически ложусь спать, но не об этом. У меня имеется 14 ОК Эндра и 27 уровень. А это значит только одно, что мы прямо сейчас можем прокачать своего персонажа, и как раз-таки, смотрите, для использования ОК Эндра мне нужна магия 10 уровня. И, по всей видимости, нам ее прокачать нужно прямо здесь. У тебя раз, два, три, четыре... О, май гад! 10 уровня, это почти вся моя... Это больше, чем весь мой уровень. Походу... Кто-то отправляется фармить экспи. Мне кажется, что на данный момент один из самых, наверное, доступных способов мне добыть очень много экспи, это добывать огромное количество кварца. И тем временем, у меня уже 27 уровень. Вроде как, именно 27 уровней нужно, по крайней мере, сейчас мы сами ее знаем. Я добыл, мне кажется, весь кварц этого ада, потому что у меня пять стаков почти. Я, конечно, немного разбил свое тело, грубо говоря, потому что я был не особо осторожен, но тем временем, наверное, мы уже можем прокачать нашу магию до... Внимание! Наконец-то до 10 уровня! Ну что ж, дамы и господа, пришел тот самый момент, который никто из нас не ждал. Я иду убивать Эндердракона абсолютно без брони. Ведь, мадам, мы кидаем Ока Эндра и... отправляемся за поисками. И также, да, спешу сообщить, но я, кажется, уже нашел крепость. По крайней мере, мне так говорят Ока Эндра. Самое главное, что если я сейчас упаду, я могу просто спокойно умереть. Конечно, водичка у меня с собой есть, чтобы быстренько успеть взять в оттердроп, но не знаю, успею ли я на самом деле, особенно если я упаду в лаву. Это будет просто момент... О, я упал в воду! Я упал прямо в воду! Окей, отлично! Мы живы, целы, здоровы, мы попали в Эндр... О, я уже вижу... О, нет-нет-нет, не прибежайся ко мне! Крыса, не смей ко мне подходить! Так, нужно аккуратненько их отогнать и быстренько сломать этот спавнер, потому что в скором времени у нас будет явно очень много из-за них проблем. И все-таки я решил, что без брони идти это немножечко самоубийство, поэтому все-таки я надеюсь, уровня... Да, наконец-то! И теперь можем надевать, наверное, на себя железный нагрудник. Так, стоп, а... Куда пропал мой железный нагрудник? Окей, пробуем, и... Найс, ребята! Мы надели на себя железную броню! Наконец-то у меня появилась железная броня! Все, теперь добудем еще немного железа и сразу же сделать себе полную комплектацию, дабы не умереть от первого удара Эндр-Дракона. И, о май гад, пока я тут крафчу свой железный топор, у меня тем временем остается 3 секунды до появления новых модок в нашем мире! Окей, в какую вселенную нас телепортировал Майнкрафт на этот раз? Мы появляемся в том же месте, вроде ничего не поменялось, и мы по-прежнему можем прямо сейчас запрыгнуть с вами в портал с Эндр-Драконом, но неужели ничего не изменилось? Как бы там ни было, забираем с собой быстренько наши... Ооооо! Ооо! Ооо! Что это такое? Посмотрите, как мы... Посмотрите, как мы ломаем вещи! Что за жесть в Майнкрафте? Я разрушаю блоки, они просто выпадают, как будто в реале сломали стену. Вот что значит добавить в Майнкрафту максимальный реали... Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что происходит? Это... Это Майнкрафт? Извините, пожалуйста, куда я попал? В какую я вообще попал игру? Короче, дорогие друзья, мы официально превратили Майнкрафт в настоящую реальную жизнь. Я разрушаю блоки, и они разрушаются так, как будто, я не знаю, даже в реальной жизни так красиво не разрушаются стены. Просто посмотрите, что мы только что сами наденали, мы разрушили все стены, главное, чтобы они меня просто не попереубивали. И я даже могу все эти блоки толкать, что ли? Да ладно! Вот это я понимаю, мы добавим Майнкрафту, ооо, май гад, ультра-реалистичности, и причем эти крысы максимально не ультра-приятные. И пришло время подраться, друг мой. Все, друзья, он снижается, и мы должны срочно пойти его убивать. И ооо, май гад, посмотрите, как передвигаются эти эндермены! Братишка, как ты вообще так ходишь? Я вообще не представляю, как можно было сделать такую реалистичность эндермену. Ведь они теперь передвигаются так, как будто бы это настоящие люди. Безумно важно, чтобы никто, и в особенности эндер-дракон, он не скинул меня вниз после того, что я сейчас делаю. Вода у меня с собой есть, но далеко не факт, что она меня спасет. Быстренько... Ооо, я не могу использовать этот предмет? Мне нужно прокачать агилити до третьего уровня? Так, окей, вроде прокачали. Окей, фух, теперь можем его использовать. Я уже конкретно испугался. Извини, дракоша, но, видимо, сегодня, откровенно говоря, просто не твой день. И так, ладно, наверное, придется прыгать ватердропом. Хотя выбора у нас не особо много, потому что дракон наш пытался только что убить. Ооо, нет, ладно, мы это сделали. Это было страшно. Все, нам осталось просто его дожидаться. У меня, в принципе, имеется одна кроватка, чтобы его взорвать, но вряд ли она нанесет ему колоссальный урон, поэтому, кажется, самым лучшим способом его убить, это просто конкретно нормально в него пострелять. Тем временем, наш бортишка уже снижается, и нам нужно быть готовыми его принимать. Итак, три, два, один, первый взрыв кроваткой, let's go! Жесть, мы просто моментально потратили ему почти половину его жизни. Это безумно хорошо и удачно. Окей, может быть, он сломал мне одну руку и почти две мои пятки, но у меня остались... Ооо, нет, меня пытаются убить. У меня всего четыре стрелы остались, и мне нужно срочно убивать эндердракона, потому что меч убьет эндермен. Наносим просто финальные выстрелы эндердракона. Мне кажется, три выстрела будет остаться. Четыре, последняя стрела, последняя стрела, let's go! Да, мы убили его моей последней стрелой. Ооо, май гад, это было безумное впечатление. Я использовал последние свои стрелы для убийства эндердракона, дорогие друзья. Мы сделали это в реалистичном Майнкрафте. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и не забудьте посмотреть ролики, которые вы видите сейчас на экране. С вами был Тумка, и всем пока-пока!